14 ноября 2017 года на Nintendo Switch вышло детективное приключение L.A. Noir, первоначальный релиз который состоялся еще в 2011 году на всех актуальных на то время платформах. Тогда игра получила чрезвычайно положительные оценки со стороны критиков и игроков, а также была отмечена престижными наградами. События игры происходят в Лос-Анджелесе на 1947 года. Коул Феллпс, будучи простым патрульным полицейского департамента, проявляет инициативу и раскрывает убийство. Руководство департамента отмечает данный поступок повышением Коул в детективе. С этого момента Феллпс расследует целую плеяду запутанных дел, попутно разбираясь с личными проблемами и ввязываясь в заговор высокопоставленных лиц города. Игра представляет собой уклон таких серий как GTA и Mafia. С самого начала мы следуем линейно прописанному сценарию, выполняя различные цели, которые приводят нас к развязке того или иного дела. Однако фактически в любой момент мы можем отклониться от задачи и исследовать полностью открытый город, раскрывая уличные преступления, собирая различные коллекционные предметы, пополняя коллекцию машин для своего автомузея. Да, в игре можно ездить на автомобиле. Общее количество их составляет 95 моделей. Помимо этого в игре присутствует стрельба, пистолеты, ружья, винтовки, автоматы и т.д. Во время боевых сцен мы можем прятаться за различными укрытиями, что существенно упрощает жизнь, так как сама стрельба в игре очень посредственно реализована. Впрочем, как и езда на автомобилях, о которых шла речь ранее. Самое ближайшее сравнение для описания езды в этой игре – это, пожалуй, словосочетание, как сыр по маслу. Машину ездит ужасно. Впрочем, в игре предусмотрена возможность попросить напарника, управляемого искусственным интеллектом, отвезти вас туда, куда вам необходимо. Если вы уже решили, что игра не очень, то спешу вас обнадежить. Самое лучшее, что есть в этой игре – это детективная составляющая. В каждом деле есть момент, когда мы исследуем место преступления на наличии различных улик, которые можно изучать, собирая полезную информацию по делу. После того, как улики найдены, преступник становится известен и попадает в полицейский участок, мы можем приступить к его допросу. Во время допроса мы можем выбирать один из нескольких вариантов ответа и подкрепить свои слова найденными уликами, чтобы развалить алиби приступника. Самое главное в это время обращать внимание на анимации и поведение допрашиваемого, так как они уникальны для каждого персонажа. Помимо преступников, мы можем общаться и с другими важными для расследования персонажами. С ними ситуация складывается аналогично. На момент оригинального релиза игра не поражала графическими изысками, так что выглядит она на Nintendo Switch плюс-минус так же, как и на других консолях. Однако стоит отметить, что кадровая частота в игре варьируется между отметками 25 и 30 кадров, при этом в основном она довольно-таки стабильна. Дальность прорисовки в игре уступает версии для PlayStation 4 или Xbox One, но в целом ничего критичного. Разрешение в портативном режиме составляет 720p в режиме док-станции 1080p. Музыкальное сопровождение и актерская игра – это определенная жемчужина данной игры. Основная композиция из главного меню наверняка запомнится вам надолго и, возможно, закрепится в вашем трек-листе. В озвучании персонажи принимали участие довольно популярные телевизионные актеры, такие как Винсент Картайзер и Арн Стейтон, которые снимались популярно на тот момент в сериале «Безумц». В L.A. Neuer присутствует перевод субтитров на русский язык. Игра включает в себя весь ранее выпущенный для него дополнительный контент, так что версия для свеч самая полная. Установка на консоли потребует 29 гигабайт свободного места, так что советую обзавестись дополнительной картой памяти. Найти игру на картридже сейчас будет проблематично, однако разыскать ее на Авито не составляет труда. Стоимость цифровой версии в магазине Nintendo составляет 2999 рублей. На распродажах ее стоимость может падать примерно до 1400 рублей. Продолжительные сюжетные кампании составляет около 20 часов, без учета дополнительных заданий и сбора коллекционных предметов. L.A. Neuer не лишена недостатков стрельба и из данной автомобиля определенно самые слабые механики, но благодаря хорошему прописанному сценарию, интересным делам и классным допросам оторваться от игры будет очень сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова